Привет, друзья! С вами Ирина Хлиманенко, я являюсь основателем и руководителем проекта методсильва.ру. Я рада вас приветствовать в этом видео, потому что сегодня мы начинаем наше совместное путешествие в цели за 7 дней. Это значит, что на протяжении одной недели каждый из вас будет работать с выборной целью. Согласитесь, это замечательное время посвятить в такой активной работе, работать пускай даже с одной целью. Я уверена, что вы сможете достичь всех своей целей и даже больше. И оглядываясь 31 декабря этого года на свой уходящий год, вы будете очень благодарны себе за то, что посвятили целую неделю работе, потому что таким образом вы создадите привычку не только позитивного мышления, но привычку медитировать, привычку работать своими целями, привычку прописывать свои цели и потихонечку их, переводить свои, я бы сказала, желания в цели, потихонечку вычеркивать, потому что вы будете достигать и на место этих целей будет приходить новый. Итак, что нам предстоит делать на протяжении этой недели? Все достаточно просто. Под этим видео вы найдете медитацию. Она короткая, всего лишь 13 минут. И ваша задача выполнять эту медитацию каждый день. Каждый день я буду присылать вам напоминание, чтобы вы выполнили эту медитацию. Вы можете заходить на эту страницу и делиться своими ощущениями, комментариями и обязательно отмечайте, что вы сегодня выполнили медитацию. Вторую вещь, которую вам нужно будет выполнять, это на протяжении дня, каждый раз, когда вы будете вспоминать о своей цели, пожалуйста, вспоминайте те эмоции, те чувства, которые вы испытываете во время медитации, а именно чувства достижения вашей цели. Это очень важно на протяжении дня сохранять позитивный настрой и напоминать своему телу, разуму и мозгу, каковы ощущения, когда вы достигли этой цели. Почему мы выполняем эту медитацию? Почему мы вообще выполняем медитацию? Для нашего мозга не существует разницы между тем, что уже произошло и тем, что мы только хотим, чтобы произошло. Когда мы рисуем картину и при этом подключаем все органы чувств в субъективный вкус, ощущения, визуальные картинки, на самом деле наш мозг воспринимает, что это уже произошло. И когда вы таким образом каждый день ощущаете исполнение вашей цели, достижение вашей цели, для вашего мозга это является командой. Я понял? Хорошо. Я знаю, что мне нужно делать. И вы начинаете в физическом мире осуществлять, сами того не осознавая, шаги, которые вас ведут к осуществлению этой цели. Также подключается ваш равен, для которого не существует ни временных, ни пространственных границ. И он начинает вас тоже плавно вести и помогать вам. И, конечно же, подключается ваша интуиция. Вы звоните нужному человеку, встречаете нужного человека, открываете журнал в том месте, где находится подсказка или направление для достижения вашей цели. И третий шаг, который вам нужно будет осуществлять каждый день, это делать что-то, какое-то физическое действие по направлению к вашей цели. Предположим, вы хотите поменять свою работу. Какие могут быть шаги, которые вы можете осуществлять каждый день? Позвонить своим знакомым. Вы можете выбрать одному знакомому в день, звоните и спрашивать, может быть, о вакансиях на их рабочем месте, может быть, какого-то совета. Может быть, вы можете обновить свое CV. Вы можете зайти на сайт и посмотреть, какие должности предлагаются. Поговорить со своим начальником. Может быть, у них в компании есть возможность перейти в другой отдел. Как бы оно ни было, я знаю, что для любой цели каждый день можно что-то маленькое делать. Открыть в интернете страницу, почитать о вашей работе, может быть, определиться, куда именно вы хотите. Что бы это ни было, хотите поменять квартиру, определитесь с районом, в котором вы хотите жить. Съездите в него, посмотрите на атмосферу там. Откройте и посмотрите, я не знаю, если вам нужно брать ипотеку, например. Сколько нужно внос, сколько стоит такая квартира. То есть, обязательно нужно каждый день выполнять физические действия. Потому что таким образом вы действительно подтверждаете, что вы хотите достичь этой цели. И она не просто мечта, о которой вы не знаете, как к ней двигаться. Вы можете разделить ее на этапы и каждый день выполнять к ним маленькие шаги. Ну что, друзья, я знаю, что вы определились с целью. Если нет, то после этого видео, перед тем, как вы будете выполнять медитацию, пропишите 10-12 целей на ближайший год. И для работы с целью во время этого путешествия выберите что-то осуществимое. Может быть, что-то, что вы можете осуществить за ближайший месяц. И эта неделя, она будет таким мощным толчком и поможет вам действительно увидеть, что вы можете двигаться к этой цели. То есть, не берите что-то очень большое, пугающее. Вы сможете заняться этим позже. Сейчас задача накопить и расширить резервуар веры, чтобы вы действительно увидели, что достигать цели – это просто. Особенно, когда выполняешь постоянные, регулярные, систематические шаги. И, конечно же, самое главное здесь – делиться своими, пускай, маленькими шагами и успехами. Потому что именно наша атмосфера, наше сообщество и подотчетность помогают нам не лениться сегодня, а выполнить эту медитацию, чтобы потом написать «я выполнил медитацию сегодня», «я выполнил такой-то шаг» и я на протяжении дня вспоминал о своей цели и вспоминал ощущения и чувства, которые я буду испытывать, когда я достигну этой цели. Друзья, не будем уже говорить, пора переходить к делу. Скачивайте под этим видео медитацию. Обязательно делитесь каждый день, как проходят ваши медитации, как проходят ваши дни. Я буду присылать вам напоминания. Открывайте их. И я желаю вам, чтобы вы достигли всех своих целей в этом году и даже больше. И я очень хочу видеть и слышать и читать истории успеха по достижению ваших целей. Я вас всех очень люблю, обнимаю и желаю вам замечательного путешествия. Итак, вперед! Пока!